В Тейкове продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. К объекту приступили этой весной. Получится одноэтажное здание площадью 2500 квадратных метров. Фоки сделают бассейн длиной 25 метров и маленький бассейн для малышей и обучения их плаванию. Предусмотрены медицинские кабинеты, раздевалки, кафе. На сегодняшний день готовность 20%. Выполнены монолитные работы, работы по устройству наружных сетей. Подрядчик добавил количество рабочих на стройплощадке, и на сегодняшний день здесь задействовано около 30 человек. Сейчас на объекте заливают обе чаши бассейнов. В ближайшее время приступят к установке перекрытий подвальных помещений и возведению основного этажа. Плановый срок завершения строительства – конец следующего года. Областное мероприятие, посвященное Дню Учителю, прошло в региональном центре «Солярис». В праздничном мероприятии приняли участие заслуженные учителя, ветераны педагогического труда. Более 40 лет проработавший в системе образования региона. Руководители областных и муниципальных органов управления образованием. Заместитель председателя областного правительства Ирина Эрмиш подчеркнула особую роль учителей-наставников. Благодаря им свыше 40 тысяч ивановских школьников ежегодно становятся участниками и призерами, победителями международных, всероссийских и региональных мероприятий. В этот день состоялось награждение победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации этого года, вручение нагрудных знаков почетных работников сферы образования Ивановской области, молодости, профессионализм, заверенность профессии, благодарности губернатора Ивановской области. Глава региона подписал закон о региональном материнском капитале. Это единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей семьями Ивановской области при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Направить эти средства можно на любые цели. Право на новую меру поддержки имеют семьи, в которых третий ребенок появился после 1 сентября этого года, при условии постоянного проживания семейства на территории Ивановской области не менее одного года до дня обращения за выплатой. При этом обратиться за получением материнского капитала можно в течение трех лет с момента рождения малыша или вступления в силу решения суда об усыновлении. Губернатор Станислав Искресенский возглавил делегацию Ивановской области в Казани на третьем форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Наша область входит в пятерку лидеров среди регионов страны по объему товара, оборота с Узбекистаном. Приоритетными направлениями сотрудничества являются производство хлопчатобумажных тканей и домашнего текстиля. Кроме того, есть серьезные связи и по другим направлениям. Например, предприятие «Завод подъемников» сейчас наращивает объемы поставляемой продукции в республику. По словам Станислава Искресенского, все заключенные соглашения сегодня добросовестно исполняются обеими сторонами. За первое полугодие этого года из Узбекистана поставлены 42 тысячи тонн пряжи. По итогам всего года ожидается цифра в 80 тысяч тонн. Сейчас необходимо доработать вопросы рублевых расчетов между российскими и узбекскими компаниями. Также внесение ясности требует ряд вопросов в сфере ценообразования на электричество и газ в регионах Узбекистана.